Анастасия на четвертом месяце беременности. К рождению второго ребенка Бобрученко вместе с супругом готовилась тщательно. В столичной клинике проходили обследования, в том числе и на наличие различных инфекций. Пропивали курс витаминов. Девушка уверена, даже при соблюдении всех мер предосторожности и доверия к партнеру проверка необходима. Любые инфекции и заболевания влияют на развитие ребенка, на его формирование и мозга, и органов. Поэтому это очень важный аспект для планирования семьи, для рождения здорового ребенка. С момента постановки на учет у каждой будущей мамы еще в консультации берут необходимые биологические образцы для анализа на венерические заболевания. Раньше на постановку диагноза уходила неделя. Образцы отправлялись в Могилев. Но в этом году ПЦР-исследование начали проводить и в Бобруйске. Срок – один день. Тест находит кусочек ДНК, многократно его увеличивает. Благодаря вот этой методике ДНК возбудителя находится в биологическом материале пациента, выделяется, и мы видим, болен человек этой инфекцией или нет. Из инфекций, передающихся половым путем, мы можем выимать хламидию, уриоплазму, микоплазму, трихомонаду, гонорею, герпес первого и второго типа, также стриптокок, можем определить, у нас цитомегаловирусную инфекцию. Ежемесячно в лаборатории проводят более 200 исследований. По статистике, у каждой десятой различные инфекции. Из тех, что передаются половым путем, в топе – хламидиоз. Носители и женщины, и мужчины, причем, вопреки стереотипам, социальный и семейный статус зараженных разный. Заболевания, передающиеся половым путем, могут быть у любой женщины, которая не в браке, у которой несколько половых партнеров. Женщина, находящаяся в браке, да, это не гарант того, что у нее нет заболеваний, передающихся половым путем. Инфицирование может происходить при первой половой жизни. Почему в 21 веке, когда информация о любых заболеваниях доступна, эти инфекции актуальны? В качестве экспертов в этом вопросе выступили горожане. Половые связи очень доступны, наверное, и если вот мой возраст, например, мы очень осторожно к этому были, то сейчас молодежь партнеров меняет очень часто. Люди как бы не следят за собой, они, получается, так сказать, ложатся в постель с разными людьми и не следят. Не думают о последствиях, не думают, что действительно могут быть какие-то действительно винические заболевания. По-вашему, как от этого можно защититься, вот уберечь себя от подобных неприятностей? Ну, пользоваться контрацептивами и выбирать нормального партнера, может. Ну, доверять партнеру, то есть не с пером попавшим ложиться, а найти нормального какого-нибудь, которого уже долго знаешь. Специалисты заверили теперь, благодаря новой лаборатории, на ранней стадии можно вылечить инфекцию одно но. Прием антибиотиков во время беременности не самое лучшее дополнение к рациону будущей мамы. Но без них увеличивается риск выкидыша или других негативных последствий. Вирус герпеса, к примеру, вот чем он чреват? Вирус герпеса, ну, это также ребенок получит от мамы, потому что больше никак он ее не получит. Чревато герпес же это не только высыпание, как мы привыкли видеть. Это могут быть и генерализованные инфекции, могут поражаться и внутренние органы, и почки, и головной мозг. Поэтому своевременное выявление тоже важно как для ребенка, так и для мамы. В качестве гаранта медики советуют и мужчинам, и женщинам периодически проходить обследование и соблюдать культуру половых отношений. Для супругов быть верными партнеру. При желании срочный анализ можно пройти еще во время планирования беременности, но на платной основе. Лаборатория находится в Бобруйском роддоме. Ангелина Дюкун, Дмитрий Шевцов. Итоги недели.